здравствуйте приветствую вас на канале про цветок пришла весна мы начинаем высаживать родичную рассаду в теплицах одной конечно из самых любимых рассад которые мы высаживаем в теплицах это томаты или помидоры кто как называют но это название равноценные и одинаковые так вот высаживаем томаты в теплицу что необходимо помнить ну значит если у нас рассада ранних сортов имеешь 7 листьев тоже в середине можно заметить зачатки цветку то есть зачатки бутонов уже есть в этих растений более сортов более поздно спелых первое соответствие обычно закладывается где-то ближе к девятому листу 8 9 лист закладывается первое соответствие он может видеть на десятом поэтому там что нету ну тем не менее что будет необходимо знать о посадке томата в теплицах ну во-первых сами пони поймите чтоб не утверждали которые то блогеры наши без органики томаты не дадут хорошего урожая вот в урожай самый слабый томатов полтора килограмма с куста ну а хороший составляет 6 6 килограмм с куста ну соответственно если вы там есть какие-то цифры что более больший урожай ну поймите что на один квадратный метр высаживаются растения трижды 6 получается сколько 18 килограмм и вы не обращайте внимание что это не урожай одного растения а урожай с квадратного метра а многие как бы ну без указания на этикетке такого данных мы как бы клюют что вы такой урожай сумасшедший даст дадут ваши томаты но они могут дать без ухода полтора килограмма с куста ну что необходимо помнить для того чтобы урожай был выше полтора килограмма значит почву обогащаем органикой органикой но органикой перепрылой томаты не любят свежего навоза на свежем навозе если внести такой сырой навоз он разлагается но томата начинаю жировать начинают жировать идут ботву и соответственно приходится часто ломать пасыньки ну а свечения более слабое это раз во-вторых томаты которые жируют они более слабо завязываются плоды то есть осыпаются цветки осыпаются опыление более слабое поэтому слои надо более спартанские но тем не менее вырастить томаты на одной минеральных удобрениях вам вам не получится потому что томат хотя выдерживает высокую концентрацию ну почвенных солей ну тем не менее томаты выращенные на минеральных удобрениях одни будут иметь конечно посредственный вкус потому что в лабораториях где есть предприятие они выращивают на одних минеральных удобрениях но не забывайте что там агрохимический анализ растворов и субстратов которые на которых выражены томаты проводится еженедельно еженедельно смотрят чего там надо фосфора калия микроэлементов все это добавляется наших условиях домашних мы это сделать конечно не можем и на глазок это делать мы конечно не можем поэтому органика плюс разумное применение минеральных удобрений вот то что даст нам хороший урожай ну самое главное что между как садить ну обычно рекомендуется садить томаты 70 на 40 высокорослые сорта то есть поздняя сорта и 60 на 30 сорта ранние низкие и более скороспелые но в теплицах я считаю что такая схема в один раз садить это будет не совсем правильно я уже не первый год экспериментирую и посмотрел что томаты лучше удаются когда посажены лентами два рода расстояние между лентами 70 сантиметров расстояние между растениями 30 сантиметров и междурадья 25 сантиметров при таких междурадьях томаты хорошо развиваются хорошо опыляются нет нету завышения ну и соответственно дают хороший урожай ну как высаживать рассаду томатов ну томат одна из таких культур которая просто брось в землю и она прирастет она прирастет дает очень быстро корни но конечно приходится встречать таких блогеров а потом их последователей которые думают что томат это культура которая ну так раз быстро прирастает значит можно ее и не поливать не мне был случай такой что подходит товарищ вот я посмотрел ролик посадил томаты из 20 томатов прижилось только четыре штуки я раз что случилось это культура легко приживаться а для того я пришла в ролике чтобы они не жировали я их не поливал еще говорю дурнете томаты четыре штуки что прижились любое растение надо посадить полить чтоб она прижилась а потом вы уже проводите его закалку потом уже проводите кого не жировала подкормки своевременно они выкинули на производстве и ждете как растения загибаются потому что корни так быстро не успевают за один час вырасти и просто-напросто погибают ну и дальше по томатах что культура чем она интересна томаты что не очень легко образуют дополнительные корни раз образуют дополнительные корни значит мы обрываем нижние листья и смедольные листья и можем оборвать нижний настоящий листик и томаты высаживаем заглублением если ваши томаты как бы маленькие ну и что там нечего обрывать сильно значит просто делаем луночку делаем луночку ямочку оставляем а потом по мере роста мы будем просто подсыпать подсыпать и засыпать землей растущий томат и он образует дополнительные корни ну кстати в этом же заключается и способ посадки если томаты такого от роста как у меня мы их садим вертикально тут никаких ухищрений не надо посадили и они будут расти а вот если ваши томаты переросли вы рано посеяли на подоконнике линии вытянулись от недостатка света они имеют габариты где-то более полметра 50 60 сантиметров не расстраивайтесь вы спокойно можете посадить иметь хорошие результаты ну в этом случае с этого томата необходимо оборвать все листья оставим на верхушке только три-четыре листа томаты высаживаются лежа если не переросли но тут многие огородники просто слышали что лежа и делаю совершенно неправильно садить необходимо так чтобы корни были к югу или хотя бы близко к положению к югу сам верхушка томата находилась к северу есть она бы так и цик северу знать она будет просто-напросто выгибаться к солнцу и она будет стоять как бы стать вертикально то что нам и надо если вы томаты посадите противоположным парадки веточкой центром к югу корнями к северу что у нас произойдет наш томат будет просто расти к югу и ложится ложится на на почву и вам придется вместо того чтобы томат сам стоял придется постоянному ставить опоры поднимать его к верху чтобы он рос поэтому обращайте пожалуйста внимание на этот нюанс тогда вас и работы будет меньше и томаты порадуют ну единственное удобство при посадке переросших томата в том что мы засыпаем родок и уже этот родок нам нельзя рыхлить потому что если рыхлить можно тяпкой или чем-то другим поскорезом можно повредить стебель повредить стебель и томату будет очень плохо он может погибнуть поэтому в этом случае что сделаем а сделаем очень просто для того чтобы почва не зарастала сорняками и было рыхлой хорошо развивалась корневая система мы все были вот эту полосу именно где будут сажены томаты корни мы замульчируем замульчировать мы можем соломой или лежалыми опилками замульчировали корневая система развивается прекрасно можно томаты не отличаются ничем от тех что вы изна вертикально быстро набирают рост но они радуют очень большим урожаем за счет того что не создается на присыпанной части стебля дополнительные корни и то есть мощная корневая система и урожай прямо зашкаливает и если вы посадите возможно другой раз специально будете стараться чтобы ваши томаты переросли чтобы иметь хороший урожай ну и соответственно необходимо помнить что высокоростные сорта мы садим отдельно низкоростные садим отдельно хотя бы в разных родах потому что если их посадить как бы пирамешку высокоростные сорта просто-напросто заглушит низкоростные и урожая вы не получите ну вот свои цеплица в частности я с одной стороны дети были за пониже высаживаю низкоростные сорта но в другой стране цеплица повыше вот односкатная я высаживаю сорта высокоростные ну и соответственно они не мешают друг другу посадка посадка но знаете что томаты это одна из культур которая очень подвержена болезням поэтому для профилактики болезней сразу после посадки я свои томаты опрыскивающие одной палочкой профит такая обработка спасатель в дальнейшем от витофторы и других болезней которые могут появиться на томатах попробуйте и вы знаем у вас все получится и ваши томаты дадут хороший урожай чего вам и желаю до свидания